Здравствуйте! С Вами Лара Шум. Медитация на омоложение Ее основа взята из книги Мирзакарима Нарбекова «Опыт дурака или ключ к прозрению. Как избавиться от очков». Представьте сейчас, что есть место на земле, попадая в которое, человек может омолаживаться. Я Вас сейчас попрошу убрать рациональное мышление, логику и просто от всей души погрузиться в фантазию и воображение. Постарайтесь увидеть, ощутить и запомнить себя именно таким, каким Вы намерены быть. Увидеть, как выглядят Ваши ноги, руки, торс, лицо, глаза. Каково там внутри, в душе? Для начала мы войдем в глубокое трансовое состояние для лучшего погружения и работы с подсознанием. Итак, сейчас выбери точку, на которой Ты можешь зафиксировать Свой взгляд. Зафиксируй Свой взгляд на одной точке. Помести туда все свое внимание. Все свое внимание. Очень хорошо. Сейчас я буду считать от одного до пяти. И когда я скажу пять, твои глаза закроются, веки опустятся вниз и Ты погрузишься в приятное, расслабленное состояние, похожее на сон, но не являющееся им. Один. Ты внимательно смотришь на одну точку, в одну точку пространства. Ты сосредоточен на этой точке пространства. Два. Все свое внимание сосредоточено на этой точке, не только свой взгляд, но и свои мысли, но и свои мысли. Три. Чем более пристально ты смотришь, тем больше эта точка выделяется из окружающего пространства. Окружающий фон может немножко расплываться. Ты можешь даже почувствовать некое напряжение в мышцах век. Твои веки моргают, моргают все чаще и чаще. Очень хорошо. Четыре. Сделай глубокий приятный вдох и пять. Выдох. Веки опускаются вниз, глаза закрылись и плотно сомкнулись. Они полностью расслабились. Полностью расслабились. Теперь проверь их. Убедись, что они не открываются. Не открываются. Ты пробуешь. Они остаются закрытыми. Перестань проверять и представь, что ресницы склеены невидимым суперклеем, который будет держать веки сомкнутыми до конца этого сеанса. Когда я скажу десять и не раньше, твои веки распахнутся, глаза откроются в конце этого сеанса и не раньше. Так лучше, так удобнее пошло полное расслабление. Полное расслабление. Очень хорошо. Ты все время хорошо будешь слышать мой голос, понимать каждое сказанное мною слово. Мои слова будут инициировать, порождать образы, определенные переживания, эмоции, ощущения, мысли. Сейчас почувствуй свои веки и сделай их полностью расслабленными. Они полностью расслаблены и не работают. Ресницы склеились, склеились, склеены. Представь, что за твоими веками глазами есть другие внутренние глаза. Их тоже можно закрыть. И когда ты закрываешь эти внутренние глаза, ты можешь обнаружить, что внутри стало еще темнее, теплее и спокойнее. Мысли, которые будут появляться, это как пузырьки в стакане с газировкой, которую только налили в стакан. Сначала их много, а потом их все меньше, 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 а потом никаких пузырьков мыслей нет. Очень хорошо. Перенеси все свое внимание на макушку головы и представь там в три раза больше расслабления, чем раньше. И сейчас сам, сама, на одном из спокойных, приятных выдохов направь это расслабление внутрь, внутрь. Вниз, 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 вниз. Глубже, внутрь, вниз. Удваивая, утраивая все накопленное тобою ранее расслабление. Очень хорошо. Прекрасно. Ты все делаешь правильно. Мы переносимся в то мистическое место на Земле, где происходит слияние четырех стихий – воды, огня, воздуха и земли. Неважно, где оно будет находиться в вашем воображении. В этом прекрасном месте есть двухэтажный маленький домик. На втором этаже ваша спальня окна открываются на четыре стороны, с одной стороны – океан. С другой – бескрайний лес, где собраны деревья со всей планеты. С третьей – благоухающие цветочные поляны, залитые солнцем. С четвертой – горы. Начнем с момента пробуждения. Утро. Утро. Слышен звук океана, вы в постели. Окна открыты настежь. Легкий прохладный ветерок, неся в себе запахи земли, запах цветов, запах хвойных лесов, запах океана, осторожно, с любовью гладит ваши волосы. Ваше лицо. И шепчет вам. Доброе утро, радость моя. Доброе утро, любовь моя. Тебя ждет волшебный день. Ты мысленно потягиваешься нежно, с наслаждением. Открываешь глаза и видишь, как поднимается солнышко, постепенно пробуждаясь, как ребенок. Поднимаешь свою головушку с подушек облаков. Вокруг весело поют птицы, за окном фейерверк из бабочек. Слоны трубят о твоем прибытии в этот мир. Каждое твое появление здесь вызывает укрепление всего живого, укрепление всего, что там есть. Ты идей стоишь на этот мир омолаживающе, и он на тебя тоже. Ты встаешь, босиком ступаешь по прохладному полу, спускаешься по лестнице, выходишь на крыльцо и... О, Боже! До чего чисто, до чего свежо, до чего прекрасно! Перед тобой песчаный берег океана, прозрачная гладь воды. Ты берешь полотенце и по еле заметной тропинке, наступая на влажную от росы траву, вдыхая свежесть утра, ароматы цветов, Идешь в сторону водопада, где бушует стихия. И это не просто водопад. Возникнув из маленького родника в расщелине скалы, пробивая себе дорогу, он вобрал силу скалы и превратился в мощный водопад. Каждая капелька, преодолевая трудности пути, очистилась и обрела волшебную мощь. Приближаясь к своему водопаду, вы подходите к подножию скалы и любуетесь игрой солнца в хрустальных брызгах воды. Представьте, в каждой капельке солнечный свет, в каждой капельке радуга. С наслаждением вдыхайте влажность и чистоту воздуха, растворяйтесь в нем. Этот водопад несет в своих ладошках радужное жерелье чистоты, молодости, свежести, бодрости, красоты. Ты мысленно сбрасываешь с плеч одежду, а вместе с ней все прошлое, возраст, тяготы жизни, обиды, сомнения, напряжения, все, что накопилось за эти годы. Солнышко и ветерок начинают ласкать твое тело. Мысленно сделав глубокий вдох, уходи под водопад. Представь, на тебя обрушивается каскад радости, каскад бодрости, счастья, свежести и юности. От прикосновения волшебных капель вибрирует все тело, а кожа становится гладкой, упругой, бархатистой, как у младенца. Почувствуй, как вода струится по коже, смывая все поверхностное, наносное, ненастоящее. С каждой секундой ты чувствуешь все большую-большую легкость, бодрость, чистоту. Ты наслаждаешься тем, что происходит с тобой. И, о чудо, вдруг вода начинает проходить насквозь, унося все, что чуждо здоровью, все, что чуждо гармонии, все, что чуждо спокойствию. Ты видишь, как густая черная слизь ваших потерь, обид, разочарований, поражений, болезней стекает под ноги и исчезает в волшебной воде, растворяется навсегда. Ты ощущаешь, как с каждой секундой обретаешь все большую легкость, свежесть, бодрость, величественную красоту и вместе с тем силу. Уверенность, царственное спокойствие. Ты выходишь из-под водопада, мысленно посмотри на свое тело. Ноги, руки, спину, живот, грудь, шею, лицо. Посмотрите на себя со стороны. О чудо, какое совершенство, какая красота, но самое главное прислушайся. Какая гармония в душе, свет в разуме, сила в духе. Ты могуществен, могущественна в созидании, в творении. Ты ангел света, ты ангел добра, ты ангел любви. С возрождением. Запомните это состояние, чтобы стать для людей источником света, добра, любви, вдохновения и силы. Потому что тебе еще предстоит вернуться на поле битвы, где добро и зло находятся в вечном бою за душу человека. А теперь сматриваемся в небеса. Ты ясно видишь птиц, парящих высоко-высоко. Представь, как ты улетаешь ввысь, чтобы впитать чистоту небес. Расправляем плечи, готовимся к полету и даем небольшое волевое напряжение. Волнение, ожидание полета и повеление полета. Начинаем отрываться от земли. Легко-легко, свободно улетаем ввысь и вперед. От встречного ветра вибрирует тело, от ощущения полета радуется душа, ликует воля. Ты стремишься вперед, где бушует стихия. Ты купаешься в чистоте белых облаков, в лучах яркого солнца и впитываешь каждой своей клеточкой чистоту и яркость. Ты обнуляешься. Ты понимаешь, что теперь правит только одно твое желание, одно стремление, одно стремление. И ты летишь ввысь, ввысь, ввысь. Впереди белые серые облака и черные грозовые тучи. Но одновременно светит солнце. Молния еще далеко, но гроза приближается. Первые капельки. Впитываем солнечный свет. Впитываем чистоту. Впитываем свежесть. Впитываем образ красоты, образ юности, образ зоркости. Представьте, как ваше тело с каждой минутой, с каждой секундой приобретает одну за другой именно те черты, о которых вы мечтали. Впитываем солнце. Впитываем солнце. Приближаемся к белым облакам, несущим себе сказку детства, сказку юности, несущим себе первую любовь, чистую, послышанную. Несущим себе звездные ночи и проходим насквозь. Ты впускаешь в себя великий гимн юности, безопасности, свободы. Ливень приближается, он уже виден. Ты летишь над полями, и ты вбираешь в себя запах влажной соломы, аромат знакомых и незнакомых цветов. И ты в полете. Ты свободна. Ты свободен. Ты летишь навстречу бушующей стихии туда, где встретились два великих влюбленных. Небо и земля в едином экстазе любви. И от этого экстаза в небе разбушевалась гроза. Ливень, молнии и звуки раскатистого грома. Ты посреди разбушевавшейся стихии и вбираешь в себя силу молнии. Ливень смывает с тебя все прошлое и наполняет весенней свежестью и чистотой. Раскинув в полете руки и ноги, ты втягиваешь в себя волшебную силу стихии. Бушующий ураган любви, ураган созидания, ураган творения. Долгожданную чистоту, долгожданную бодрость, свежесть, легкость, щедрость, доброту. Каждая волосинка, каждая клеточка, каждый сосудик накапливают эту мощь волну за волной по нарастанию. Помни внутренние ощущения свободы, запомни. В этом воображаемом полете впитай все то, что ты считаешь совершенным. Запомни. Браво. Умница. Молодец. Ты видишь себя совершенным. Ты возвращаешься к своему домику. Стихия остается далеко позади. Мысленно входи в дом, подойди к зеркалу и смотри смело. Ты видишь себя сильным, сильной, молодым, молодой, здоровым, 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 зорким, зорким человеком. Полюбуйся собой. А теперь танец. В этом воображаемом танце постарайся быть принцессой, королевой, повелителем, повелительницей. Кем хотите. Ты видишь огромный зал, блестящий паркет, колонны, а за колоннами море и звездная лунная ночь. Ты можешь посчитать звезды, каждую из которых четко различаешь на небосводе. Музыканты в белых одеяниях смотрят на тебя добрыми глазами. Они будут играть только для тебя. Ты появляешься в бальном наряде, и все присутствующие обращают свои восхищенные взоры на тебя. Музыканты как будто ждали этого момента, и при твоем появлении начинает играть величественный вальс. Ты мысленно танцуешь с любимым человеком. Не отрывая друг от друга взора полного нежности, любви и счастья. А главное запоминаешь внутреннее состояние, состояние души. И запомни, любовь, уважение к себе, любое внимание к себе не могут остаться без результата. Сейчас возвращайся в этот день, ощущая себя у себя дома. На своем кресле, диване, стуле. Через некоторое время, когда я скажу десять, твои глаза откроются, широко распахнутся. И вся эта работа, которую мы с тобой проделали, ты проделал, проделала, в своем воображении уйдет глубже, глубже, на уровень подсознательный, скрытый от внимания и контроля сознания. Для того, чтобы помогать оттуда тебе в твоей повседневной деятельности так, как тебе это будет максимально комфортно, удобно, полезно и необходимо. Я буду считать от одного до десяти. Когда скажу десять, глаза откроются, и ты почувствуешь себя хорошо, расслабился, расслабилась, хорошо отдохнул, отдохнула. Голова ясная, новые интересные мысли, в теле приятные ощущения, один. Позволь телу сделать более глубокий вдох, и когда тело как бы само сделает этот более глубокий вдох, усили его. Это сигнал о том, что можно возвращаться. Два. Пошевели кончиками пальцев рук, кончиками пальцев ног. Три. Потянись. Сейчас возникнет движение в твоем теле, движение растягивания, оттягивания. Четыре. Подвигай головой, шеей, плечами. Пять. Ты хорошо отдохнул, отдохнула, ты позволяешь всему произойти, тому, о чем ты думал, думала, только позитивные вещи реализуются. Четыре. Шесть. Голова легкая и ясная, любые дискомфортные ощущения пройдут, даже если они могли возникнуть, они пройдут, когда твои глаза откроются. Семь. Восемь. Несколько более энергичных движений, тонус вернулся в тело. Девять и десять глаза открываются. Можете сказать «мяу». Сказали? Слава Богу, что хоть не разучились говорить на нормальном языке. А теперь сравните свой сегодняшний облик с образом из вашей фантазии. Есть разница, да? Вот эта разница и есть тот объем работы, который необходимо выполнить в ближайшие полтора-два месяца. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и оставляйте комментарии.